Друзья, слов не нужно, раскройте пошире глаза, освободите уши от проблем бытия и любуйтесь Давайте еще и еще раз поймем, что этот парень на ближайший год останется олицетворением Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну а вот то, что происходит сейчас, это естественный итог, начатый, дорогие друзья, в далеком 97-м году в Москве в кинотеатре Пушкинский. С тех пор каждый турнир, связанный с большим бодибилдингом, ассоциируется с именем этого парня. Да, дорогие друзья, в 97-м году именно Владимир Дубинин впервые наградил Рони Коллимана, участник Олимпии 97-го года, на которой, кстати, он занял 8-е место, первым кубком и сказал, я надеюсь, что это не последний кубок в твоей жизни, Рони, и я думаю, что мы с тобой еще встретимся, да? Оказались пророческими этими словами на следующий год, 98-й, в Нью-Йорке, покинувши сцену, большую сцену, шестикратный мистер Олимпиад Дориан Яц уступил место этому парню. Золотую медаль на шее вешает господин Сантоха и продолжение тема 97-го года. Ровно такой же бюст Владимир Иванович этим бюстом наградил рядового участника Олимпии 97-го года, арлингтонского полицейского. И так получилось, что родиной и стартом в большой спорт для Рони стала Москва. Мне кажется, будет правильным предоставить слово виновнику торжества, человеку, благодаря которому мы вновь встретились с Рони Колемном, Борисом Бородину.